Я лично обращаюсь к вам, это мой вопрос, тема такова. Чисто касается больше моральной этики, чем технической. Вы сейчас знаете, что мы рассматриваем застройку участкового. Влад Атчун говорит сейчас про Михаил и Микой. Михаил Витязов и Селчалмарев объект коммерческого значения с диспетчерскими. Автор проекта узнает, что я защищал три года его. Все требования Министерства культуры, все порты, все снижения, подтверждения, и там говорится, кто автор проекта, Игорь Ильичук, взял и, будем говорить, непорядочно отнесся. И поскольку я делал много вариантов, и там они указаны даже в Министерстве культуры, и вы все знаете, и последний 16 декабря, что на своем участке главный вопрос насчет диспетчерской помощи. Ну, прошло это все, вариант, там было Министерство культуры, два варианта, они будут предъявить последний, который был принят на Гранд-Свейсовет. Недавно я узнаю, что этот проект, который, мало того, да, я прошу прощения, я ничего не требую, ни денег, ничего, но есть закон о авторском, нет, о архитектурной деятельности, есть и другие законы, это самое главное, и есть еще закон о моральной этике. Дело в том, что я недавно узнаю, что этот проект мой исполнил наш сегодня деятель архитектуры, посталатки Дёть. Я уже ничего не говорю, я не требую ни денег, ничего, но где его совесть? Наш коллега, как мог так поступить, игнорируется, тем больше все знают, начиная от Министерства, и сколько вариантов я делал, и сколько мы прошли через, какие мыторства, и какие там унижения, и так нагло взять и меня выкинуть. Я прошу вас, я прошу вашего мнения, чтобы я знал, как дальше поступить. И я хочу, чтобы мое имя было восстановлено. Я подождите, я вас не переведу. Кроме того, господин Илончук хотя бы сказал спасибо, что сколько, я их интерес защищал, а не свои. Почему-то еще другой вопрос. Игорь появляется только в конце, я был, в господин участок. Когда он пришел, и первый раз, еще не было, разыщало, все, Галина Андреевна, и я с ним. Он появляется и смотрит на камеру, на каком праве, когда есть закон, четко сказано. Даже если написано в штампе фамилии архитектуры, то является бы архитектом, автором. Тут подтверждается, вот, министром культуры Бабук, от 3 декабря 2016 года, утверждают мои варианты, четко написано, автор проекта «Аминутиси». Я прошу просто того, чтобы, ваше мнение, ваше, как вы считаете, чтобы я знал, как дальше поступить. И прошу еще, Борис Васильевич, присядь. Прошу вас, этого членовца Гаркетера, я буду сочетать, что я заявляю не исключить его с маршрута. Я вас вижу, Гаркетер, за непорядочность. Извините, пожалуйста, у меня кратство. Если можно, вопросик все-таки на эту тему. То есть, получается, что вы начали проект, вы ее нам представили в прошлом году, да? Не только три года с полной. Да, а потом, просто извинения, вы остались в стороне. Я уже знаю, где и дальше продолжать. Я знаю, где и дальше продолжать. Я знаю, как проект будет запроективно, уже даже авторизация получил счет. Я чуть шок, я чуть у меня не пахну. Как это можно? Если, ну, хорошо, сегодня со мной поступил-то, так завтра можешь каждой же нас учиться. Когда же чудо нас сови, зачем на архитект разрабатываем, переживаем, ночами спим, варианты делаем. Так где же, в конце концов, я в шоке, извините. Я прошу вас, что вы подсказали. Как дальше, пожалуйста. Я послал, я прощаюсь еще, я послал два письма, или ничего, хуй, и вариантов, то, что он мне швырнул назад и сказал, я вам не заказываю. Ну, вы не у заказа. Я написал, что требует Градсовета и Министерства культуры. Ну, это требует Градсовета и Министерства к обсудимым. Говорят, ты должен быть тот и тот. Это не за счет меня, значит, и веса должен платить за эти варианты. Я так что. Мне не хотят ходить, не надо. Ты приди, скажи. Спасибо, Альбанова Петрова Абрюса. Я первый раз в жизни, извините. Я проектирую 50 лет, но у меня такого нет. Я порядочный, все все. Семен Леонидович, я могу сказать свою точку зрения. В отношении исключения из средов Союза Архитекторов, это проблема Союза. Я напишу. Там есть специальная комиссия по этике, которая рассматривает такие вопросы. Я прощу. По части инвесторов, он может, он заказал вам, он может заказать и другому, и третьему, и четвертому. Важно, чтобы каждый раз все эти объекты прошли соответствующую процедуру, в том числе в согласовании с Министерством культуры, поскольку этот объект не ведомственная экономика. Тогда, но это не запрещает заказчику заказать и другому. Он должен, свои обязанности относительно вас, он должен выполнить, а он может сказать, а мне не нравится этот, допустим, вариант. Я хочу заказать другой, и тот, кто разрабатывает другой, должен пройти ту же процедуру, которую прошли. Это одна. Я думаю, что давайте выслушаем и вторую сторону. Георгий. Да, я хочу просто полгода, вы правильно сказали. Но дело в том, что это мою идею, чтобы упереться нам последним, чтобы эти использовались. То есть, иногда не свою, она и наша идея. Одна осталась. Ваша осталась. Моя осталась. Я вас уважаю как архитекта. Я никогда не ставил под сомнение ваши творческие возможности. Случилась ситуация, что заказчик имел с вами отношение, да мне не работал в определенном уровне. Я не знаю, какие у вас там финансовые, мне это не интересует. И на стадии, когда они принесли разрешение, не разрешение, согласование, министерство культуры, было написано, что кое-что доработать. Это первое. И второе было, что ваш проект чуть выходил из границы участка. Мы это откорректировали. Я вообще не претендую на авторство этого объекта. Пожалуйста, начинайте. А почему ты взял совесть? Я не знаю. Меланди, вы подписываете. Я написал в архитектуре, я вам не заказываю. Жор, я вам троймейший учеб, взял бы извиняюсь хотя бы, я скажу почему. Даже чисто морали, коллеги, как ты мог. Любой из нас, ко мне сколько обращался? А кстати, между прочим, сколько ты в жизни ко мне обращался? Я рад спать, что я сказал только за тебя. Скажи людям. Я когда-нибудь не знал, что ты такой предатель. Ты унизил меня, Жор. Жор, я не знаю, кто. Мы загорели в 2015 году. Предатель. Мы не получили этот проект полностью. Нету проекта по водоснабжению, по канализации, по электричеству, по вентиляции и так далее. Два дня назад господин Андреус за эти проекты нам перечислил деньги обратно 5 тысяч. Естественно, после такого исполнения работ наладовано. Значит, нам и не хотелось дальше обсуждать какие-то вопросы о дальнейшем проектировании с господином Андрюшевским. Мы обратились к человеку, который это сделал быстро, четко, качественно и закрыл свои вопросы. Вот и все. Разрешить, он совершенно не в курсе, я знаю, кто это человек, но он совершенно не в курсе дела. Господа, все члены совета. В 2015 году я проектировал тракотажное здание Галины Андреевны. Не он, не Ленчук, а Галина Андреевна представлял в свое время. Вы видели все время, почему тут появился этот. Проектировал тракотажное здание. Было представлено по совету, было представлено, было тогда Рената Георгиевича. И Ренат сказал, я проектировал Галю. Я даже не я его защищал, Галя тракотажный пойдет. Галя в текстуре, я же афтеку нельзя. Нет, я решу. Я в сессии дьяксер-кесу сказал, я защищу. Ренат сказал четко. Вы извините, Галина Андреевна, не пройдет это же. А я проект уже выполнил. Но, в чем суть? Он даже не в курсе, почему? Потому что по сей день у них нет технических условий ни на электрическое, ни на отопление. По АП-каналу, хотя бы показали вам. Стойте, я вас не требовал. Проект по АП-канализации, я через 5 минут принесу, он выдан им. Потому что она сама принесла мне тех условий. Кроме того, проект был аннулирован. Нет такого предыдущего. С 1915 года воевали, пока не пришли на двухэтажные здания, которые никакой модернизации. Как раз все проблемы с земельными отношениями, Николай Николаевич слышал, когда Галина защищал, что не было. Из-за столба, за эти 2 квадрата, 3 квадрата земельные уменьшены. Мы на градостроительном совете, помните, еще тротуар 2,5 метра. Воспоминайте, какой поправкой был. Там все разработано, Николай Николаевич. Значит, уважаемые члены градостроительного совета, я считаю, что случай, конечно, неприятный. Но, поскольку было утверждено на градостроительное предложение, уважаемые, мы принимаем сегодня на решение градостроительного совета, что автором остается тот, который утвердал. Да, проект может делать, но авторство оставляем за господином Андрея Ульца. Я прошу поставить, Ивана Ивановича, на голосование. Мне еще маленький момент, если можно. Николай Николаевич, два слова. Уважаемые коллеги, я сейчас говорю не от имени члена совета, а просто как руководитель предприятия, как инвестор и так далее. И обращаясь к ним внести. Человеческая правда. Найдите вообще решение с ним. Я так понимаю, что он вернул деньги, прочее, так далее. Это не касается этого вопроса, если это не касается. Я просто говорю как собственники, вы как хозяин, как руководитель, как собственник, говорим отца. Конечно, мы вернулись. То, что мы решили то, что от совета, что он будет автором, это право наше решение. Ну что, он так будет. А что касается вопроса взаиморасчетов, что это не будет. Надеюсь. Человеческий фактор, больше ничего. Мы все занимаемся бизнесом. Как вы считаете, если бы я был доволен к нему работой, я бы обратился к кому-то другому. Он мне нужен. Ну, это понятен. Я бы закрыл вопрос. Хотя бы как-то частично порешать. Вы не понимаете, но проект... Только решите, да. Я прошел статьи республикатской, не нашу койку за борьбу. Но это не просто. Но это не просто. Значит, хоть включается. Начинается. Можно я это делаю. Успенеджем. Спасибо. Спасибо. Хорошо показать мне мотив. Я хочу музык. Мне не надо ничего. Просто на вебе участие авторства. Я не хочу ни копейки. Убрать все негатив просто. Потому что общество архитекторов такое большое в городе, на северной республике. В том числе и как-то негативно. Друг дружкой. Спасибо. Это вопрос, конечно, который сейчас обсудил. Это не единичный. Бывайских есть случаев. Поэтому предложение... Дмитрий, я вас прошу. Да, спасибо. Уважаемый, я не хочу сейчас поднимать, но среди вас присутствующих есть тоже люди, которые другие выполнили проекты, а второй закончил и поставил свои роспись. Я не хочу сейчас назвать фамилии. Давайте не будем, закончим мы это. Нет. Очень хорошее, конечно, даже устраивает и меня. Я обращусь к Семену Дементьевичу, чтобы меня тоже включить в авторство одного проекта. Совершенно верно. Спасибо. Спасибо за работу. Поведствие дня исчерпано. Спасибо.